В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Отмена бесплатных завтраков, кому положены денежные соцвыплаты на школьное питание. Еще одна протекающая крыша, очередное обращение в городской дозор. Каждый ребенок талантлив. В Сарове прошел региональный отбор проекта «Нуклеокидз». Далее расскажем обо всем подробно. С 1 апреля школьные завтраки в Сарове станут платными. В связи с этим специалисты Управления социальной защиты напоминают о том, что многодетные семьи и граждане с доходом ниже прожиточного минимума могут получить денежные выплаты на питание детей в школах. Кому положены льготы и как их получить, расскажем далее. После весенних каникул завтраки в школах города станут платными. Но многодетным семьям и малоимущим гражданам для компенсации этих затрат предусмотрены меры социальной помощи – 792 рубля в месяц на одного ребенка. Как отметил директор Управления соцзащиты, все многодетные семьи Сарова эту выплату получают. С 1 апреля, когда произойдут эти изменения, им к нам обращаться не нужно. Только если у них плановое продление этого по судьбе. Другая категория более подвержена изменениям. По разным причинам доход семьи может резко снизиться, и тогда нужно будет обратиться в соцзащиту. В этом случае семьи с доходом ниже прожиточного минимума должны представить документы, подверждающие статус малоимущих граждан. За предыдущие три месяца, к моменту обращения, они должны посмотреть свои доходы и предварительно просчитать. Если у них доход в семье на одного члена семьи ниже 9222 рубля, то они могут обратиться к нам, и мы, ребенку, который в этой семье и является школьником, назначим меры социальной поддержки. Помимо зарплаты, доходами считаются другие источники пополнения семейного бюджета. Пенсии, алименты, жилищные субсидии, различные социальные пособия и вознаграждения, а также прибыль от банковских вкладов. Вот эти все деньги складывают, делят на три месяца, и затем делят на количество членов семьи. И вот эта сумма не должна превышать 9222 рубля. Чтобы правильно и грамотно посчитать среднедушевой доход, можно обратиться за помощью к специалистам управления соцзащиты по адресу Проспект Мира, дом 15, кабинет номер 114. Ранее мы уже рассказывали о ситуации с вывозом осадка с городских очистных сооружений. Грузовые автомобили, от которых исходит характерный неприятный запах, в течение дня выезжают за КПП и отправляются на песчаный карьер около границ города, где выбрасывают осадок с очистных прямо на территорию добычи песка. Наша съемочная группа выехала на место и выяснила, что осадок вывозит частная компания по договору с МУП «Горводоканал». Он необходим для создания плодородного слоя после рекультивации карьера. Для получения разъяснений мы отправили официальные запросы в Горводоканал и Департамент Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Согласно экологическому сертификату соответствия и паспорту качества, осадок относится к пятому классу опасности и может использоваться при биологической рекультивации нарушенных земель. В свою очередь Росприроднадзор возбудил административное расследование, в рамках которого будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. По их результатам Росприроднадзор по ПФО даст оценку законности и безопасности этого вида деятельности. Канал 16 будет следить за развитием событий. К другим новостям. Весна еще не вступила в свои права, а крыши саровских многоэтажек уже протекают с завидной регулярностью. В рубрику «Городской дозор» обратилась жительница дома 4А по улице Силкина. В одной из комнат квартиры уже длительное время с потолка текут ручьи. Что стало причиной протечки и когда коммунальщики будут ремонтировать кровлю, выясняла наша съемочная группа. Уже два года осенью и весной жильцы дома 4А по улице Силкина борются с протекающей крышей. В 2017-м они обращались в управляющую компанию, которая составила акт осмотра, однако проблему так и не удалось устранить. Ни крышу не починили, ничего. В 2018-м такая же история, просто не вызывали, потому что бесполезно. Сейчас опять вот стало таяние снега весной, и опять началось это. В этот раз залило комнату в квартире на верхнем, пятом этаже. Также вода просочилась на четвертый этаж, пострадали стены и потолок в подъезде. Жильцы вызвали представителей управляющей компании, которые все сфотографировали и составили очередной акт. Вот увидели все вот это вот, то, что течет, нельзя даже спать, и все. Это хорошо сегодня подморозило, и вроде бы капли только стали течь, а то текло здесь, как из ведра. В управляющей компании нам пояснили, что эффективный срок службы кровли уже истек, однако капитальный ремонт крыши будут делать как минимум через 10 лет. Со своей стороны, всю возможную работу на сегодняшний день по обращениям жильцов пострадавшей квартиры центр ЖКХ провел. Отчистили, налить убрали, где-то что-то мастикой промазали, и потом либо будет компенсация жителю, либо ремонт. Несмотря на проведенные работы, крыша продолжает течь. Как нам пояснили специалисты, скорее всего, это стекает вода, которая накопилась в теплоизоляционном слое. Когда он высохнет, течь перестанет. Однако не исключены протечки в других местах. Пока жителям нужно обратиться в управляющую компанию, и их поставят в очередь на текущий ремонт. Полностью от воды в квартире их избавит только капитальный ремонт. 20 марта в Сарове с 8 до 19 часов в процедурном кабинете лаборатории Гемохелп по адресу проспект Ленина, 15 пройдет акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. В акции может принять участие любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет без медицинских противопоказаний. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В городской администрации ждут заявок от предпринимателей. Сейчас там идет прием документов для предоставления субсидий, связанных с возмещением затрат на покупку оборудования. Компенсация может составить до 50% от стоимости приобретенного оборудования и до 20% от стоимости монтажа, но не более 500 тысяч рублей. Заявки будут принимать до 27 марта. Более подробная информация по телефону 9-77-53. На следующей неделе в Нижегородской области стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ. В экзаменах примут участие несколько сотен человек, в том числе студенты профессиональных образовательных организаций, выпускники этого года и прошлых лет. Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 27 мая по 13 июня. В полиции попросили о помощи. Вечером 8 марта из своей квартиры на улице Казамазова ушел и не вернулся Эдуард Иванович Мармылев, 1969 года рождения. Был одет в баллоневую куртку черного цвета, черные штаны и вязаную шапку темного цвета. При себе имел сотовый телефон марки Nokia. Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят незамедлительно сообщить об этом по телефону 02-605-22 и 605-50. Каждый ребенок талантлив. В Сарове прошел региональный отбор ежегодного международного творческого проекта Nuclea Kids. В проекте принимают участие дети сотрудников предприятий атомной отрасли России и зарубежных партнеров госкорпорации «Росатом». Итоговым результатом отбора станет новый уникальный музыкальный спектакль, с которым творческая группа будет гастролировать по России и за границей. Подробности далее. Мне самое главное, чтобы человек, который приходит к нам на отбор, ушел отсюда с хорошим настроением и желанием прийти сюда еще раз. Для Павла Пронина живой диалог с каждым ребенком – это обязательное условие. Саров стал вторым его в длинном списке городов, в которых проходит прослушивание детей для отбора на международный проект Nuclea Kids. И хотя придется отсмотреть порядка двух тысяч претендентов, каждый юный артист получит свою долю позитивных эмоций. Мы с ним пообщаемся, мы с ним повеселимся в первую голову. Все остальное – все эти пения, все эти стихи, проза, басни, все эти танцы – это так, это прилагается. Максим Хлапов впервые решил попробовать свои силы в международном проекте. Юноша занимается вокалом и планирует выбрать в дальнейшем творческую профессию. К прослушиванию он подготовил не только музыкальные композиции. В арсенале Максима есть и танцы, и проза. Все спрашивали, ах, откуда вы купили эту шубу? Ну, кто вам ее подарил, кто вам ее прислал? Сурпризом для Максима стал проявленный интерес к его увлечениям и хобби. Вопросы координатора проекта хоть и стали неожиданными, но не смутили молодого человека. Вообще нет. Когда он начал говорить про сериал, я ему ответил про свой сериал. Мы с ним так разболтались, хорошо, ну прям, как-то, знаете, мед на душу. К своему выступлению Максим отнесся критически. Не все сделал так, как задумывал, но в целом остался доволен. То, что я пел акапельно, то есть без фонограммы, мне кажется, это было лучше гораздо, чем фонограмму. Вот, проза. Проза тоже мог бы быть лучше, но, мне кажется, это не самый худший вариант, какой мог бы быть. Всего на прослушивание пришло более 20 детей. У каждого свой творческий стиль, свой уникальный внутренний мир. И задача проекта – явить миру таланты этих детей. В этом году исполнилось 20 лет со дня основания единственного в России мемориального музея-квартиры академика Юлия Борисовича Харитона, основоположника отечественной ядерной программы, главного конструктора и научного руководителя КБ-11. В честь юбилея в Музее ядерного оружия прошел научно-практический семинар. В нем приняли участие специалисты ведущих музеев России, представители ВНИЭФ, администрации города и внук Харитона Алексей Семенов. После смерти Юлия Борисовича вышло постановление Государственной Думы увековечить память академика. Его именем названа улица, создан музей, установлены памятники и мемориальные доски. Но вот инициативу присвоить ядерному центру ВНИЭФ имя Харитона пока не поддержали. Я знаю о том, что это, пожалуй, единственный случай в России, когда имя создателя не было присвоено институту, который он создал. Ну, история еще не закончилась. Посмотрим, что будет дальше. Музей квартиры Харитона был открыт в 1999 году, к 95-летию со дня рождения академика. В экспозиции представлены предметы домашней обстановки, фото и документальные материалы. Личные вещи ученого, членов его семьи, друзей и близких знакомых. Большой вклад в создание музея внес академик Радий Илькаев, который тогда руководил ядерным центром. О таких выдающихся совершенно людях нам, конечно же, надо говорить все больше и больше. Потому что это, конечно, и гордость страны, и это, вне всякого сомнения, такие люди, которые вообще определяют нашу жизнь на многие-многие годы. Сегодня музей квартиры Харитона занимает особое место в Сарове, напоминая жителям и гостям нашего города о вкладе этого выдающегося ученого в обороноспособность страны. И каждый раз, посещая этот музей, каждый раз испытываешь в себе трепет чувства познания нового об этом уникальном человеке Юлии Борисовичи Харитоне. Дверь музея открыта для саровчан и гостей города. Организовать посещение можно по предварительной заявке по телефону 3-58-98. В Центре развития культуры и искусства стартовал новый проект под названием «Танцевать легко». За несколько недель опытные педагоги из студии Дека, Аларде, Армир и Гелла разучат с участниками 4 танца. Пары, показавшие лучшие результаты, получат призы и подарки от спонсоров проекта. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Организаторы считают, что танцевать легко. Давайте проверим это утверждение и присоединимся ко всем участникам первого в городе проекта для желающих освоить 4 направления хореографии. Поехали! Даже сами организаторы не ожидали такого ажиотажа. На первое собрание проекта пришли 30 пар, плюс те, кто еще не нашел себе партнера. Всем им предстоит разучить 4 танца, каждому из которых хореографы придумали свою стилистику. 13 апреля на галоконцерте пара участниц проекта станцуют исторический вальс, кадриль, бачату в образе стиляк, джайв в стиле рок. Я подумала о том, что стоит задать вообще разные направления. Принципиально разные, чтобы не было ни одной пары явного преимущества. Набралось вот 4 направления. Я поняла, что они настолько разнохарактерные, что из этого можно даже сделать фишку. Знакомство с новым танцевальным направлением начинается с разучивания базовых шагов. Организатор и хореограф проекта Екатерина Сысоева решила поставить участникам джайв. Это довольно быстрый и энергичный латиноамериканский танец, включает в себя множество элементов. Проект «Танцевать легко» рассчитан как на знакомых с искусством хореографии, так и на тех, кто впервые решил открыть для себя это направление. Самое замечательное в обучении взрослых людей – это то, что они сами пришли, они сами хотят. И для педагога это, наверное, один из самых важных мотивирующих факторов. Неважно, какого уровня танцевания, как быстро схватывает ученик, если ты видишь в глазах вот это желание вникнуть, вот этот азарт, справиться со скоростью музыки, справиться со своими непослушными ногами, с тем, что у тебя еще есть партнер или партнерша, которые идут в совершенно другую сторону. Свой последний танец Никита Адарчук танцевал еще в школе на выпускном балу. С тех пор повода заняться хореографией не было. Узнав о проекте «Танцевать легко», решил попробовать свои силы и побороться за главный приз. Что-то это новенькое, это необычное, не выходящее из обычного ритма жизни, это что-то, все-таки танец, это какое-то выражение своей внутренней энергии, своих желаний, ну как-то новое что-то. Гала-концерт проекта «Танцевать легко» пройдет 13 апреля на сцене Дома молодежи. Для участников подготовили сразу несколько специальных призов, главный из которых – поездка в Казань. В нашем городе прошло ежегодное первенство школ по волейболу среди девочек. В традиционном соревновании приняли участие семь команд девушек 2004 года рождения и младше. О том, как складывалась ситуация на спортивной площадке, расскажем в следующем репортаже. Весь турнир сборной школы номер 7 и лицея 15 шли на равных. Каждая из команд стремилась стать чемпионом городского первенства по волейболу. К финальной игре друг с другом спортсменки готовились с особой ответственностью. В первой партии сборная 15-го лицея повела в счете, но команда 7-й школы сдаваться не собиралась. Быстро перехватила инициативу и вышла вперед. Поймав кураж, юные волейболистки выиграли и вторую партию. Они, видимо, тренируются больше, то есть тренировки. Видно сразу, что команда тренированная, у них почти нет ошибок. То есть слабого места у них практически нет. Постоянно нападающий удар, блоки. То есть, в принципе, их обыграть очень сложно. Сильная, очень слаженная команда. Сборная 7-й школы ни разу не поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта городских соревнований по волейболу. Хотя каждый раз победа была очень близка. Наконец, их копилка пополнилась золотой медалью. В своей победе девочки были уверены ещё до начала игры. У нас просто, скорее всего, такая слабоченная команда, что мы, в принципе, готовы и мы настроены на победу. Церемония награждения команд пройдёт в этот четверг в 7-й школе. А уже в апреле стартует чемпионат по волейболу среди мальчиков. В нём примут участие 7 команд. И это всё, о чём мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова